здравствуйте в библейском портале экзогет мы ведем речь о пророках вернее конкретно о книге пророка исаи вот продолжим сегодня эту тему при жизни пророка исаи бывали времена когда народ совершенно отступал от истинного бога и поклонялся идолам чужих народов объяснить это можно тем что в обычном религиозном сознании и не только древности но и теперь почитание божества считается необходимым условием благополучия сильные соседние народы язычники процветали и к царе были могущественны отсюда соблазн последовать их религиозной практике еще что важнее всего вера в единого истинного бога выражается в любви к нему в личной преданности когда одних чертопродолжение исполнения обрядов недостаточно но верность бога обнаруживается в жизни по его заповедям и исполнение же заповеди значительно труднее чем при приношении жертв так что возвращать народ и царя отступивших от бога на истинный путь господь посылает пророков и они и выражают призыв и обличение при царе ахазе сыне оси отступление от веры дошло до крайней степени храм был закрыт огонь на жертвеннике погашен царь вместе с народом стали поклоняться молуху финикийскому божеству в девятой главе книги своей сайт так говорит слово посылает господь на иакова и она не сходит на израиля чтобы знал весь народ и воздвигнет господь против него врагов и неприятели его вооружит и будут они пожирать израиля полным ртом при всем этом не отвратится гнев его и рука его еще простерта и как референт повторяются эти слова при этом не отвратится гнев его и рука его еще простерта кары господи не избежат и враги народа божьего могучие царство разоряли израиль по попущению божию конечно устами сайи господь называет ассур жезлом своего гнева бич в руке ассура то есть ассирийского царя это господи негодование на нечестие своего народа и но не вечно торжествовать ассирийскому царству над израилем напрасно он надмивается исайя так передает тщеславие сирийского царя силой руки моей и моей мудростью я сделал это потому что я умен рука моя захватила богатство народов как гнезда и как забирают оставленные в них яйца так я забрал всю землю и никто не пошевелил крылом и не открыл рта и не пискнул как выразительно однако набрасно забывается ассур он лишь орудия в руках божьих дальше господь говорит как я определил так и состоится чтобы сокрушить ассура и спадет с них то из израиля ярмо его и снимется бремя с рамен их воду то другие угнетавшие израиль народы вавилон египет филистимлине при этом слова пророка звучат апокалиптически в них не просто указание на будущее исторические события но пророчество о божьем суде над всем мировым злом вот такими словами вот господь опустошает землю и делает ее бесплодную изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней и основание земли потрясутся земля сокрушится земля распадется земля сильно потрясена она упадет и она уже не встанет и покраснеет луна и устыдится солнце когда господь свавов воцарится на горе сионе и в иерусалиме и перед старейшинами его будет слава и дальше удивительно прямо пасхальное торжество звучит в хвалебных словах исаи и сделает господь свавов на горе сей для всех народов трапезу из тучных ястр трапезу из чистых вин и стук костей самых чистых вин и уничтожит на горе сей покрывало покрывающие все народы покрывало лежащие на племенах поглощена будет смерть навеки и отрет господь бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле ибо так говорит господь поглощена будет смерть навеки осуществление этого пророчества совершилось христос победил смерть прозрение исаи совершенно евангельские вот в его 32 главе в книге исаи читаем глаза твои увидят царя в красоте его узрит землю отдаленную сердце твое будет только вспоминать об ужасах взгляни на сион город праздничных собраний наших глаза твои увидит иерусалим жилище мирное непоколебимую скинью стал бы ее никогда не столкнуться и ни одна верфь ее не порвется ибо господь судья наш господь законодатель наш господь царь наш он спасет нас народу живущему там будут отпущены согрешения как тут не вспомнить восклицание нафанайла обращенные к иисусу ты сын божий ты царь израиля форму говорит а затем и 21 главу апокалипсиса иоанна богослова вот слова из апокалипсиса и я иоанн увидел святой город иерусалим новый сходящий от бога и услышал я громкий голос небоговорящий все скиния бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом и сам бог с ними будет богом их кончится царство царей кончится всякое смятение народов и попытка урвать одного одну у друг у друга что-то господь вернет людей в свою правду всех людей которые этого хотят конечно совпадение пророческих слов сказано за 700 с лишним лет до христа с евангельскими событиями и прозрениями апостолов вполне объяснимо все писание это откровение о христе и в каждом случае прямого обращения бога к человеку начиная от моисея это обращение сына божия с обезначального отцу к человеку потому так многое сказано пророком исаи сохраняет церковь христова протерей георгий флоровский писал так не было разрыва между двумя заветами но было единство божественного домостроительства и первой задачей христианского богословия было показать и объяснить каким образом предхозаветный промысл божий был приготовлением и предвосхищением конечного откровения божьего христе иисусе пророчество рождения сына девы которому нарекут имя манул святые отцы безусловно связывали с иисусом греческом переводе семидесятим как вам вообще это говорить с вами упомянули прошлый раз сказано дева парфенос в очреве примет так переведено еврейское слово альма что значит либо дева либо молодая женщина и то что перевод саптагинты точен подчеркивает мученик и устин философ в споре с трифоном иудеем а также утверждает это как мы тоже с вами отметили василий великий и иван златоуст вот иван златоуст в толковании на пророка исаи пишет так если бы то была не дева то не было бы и знамение знамение должно выходить из общего выходить из общего порядка вещей быть дивным и необыкновенным то есть сатериологический значит о спасении и указывающий на грядущее царство то есть значит эсхатологический смысл книги исаи особенно выделяется церковью в богослужениях на главные господские праздники на рождество это слова о рождении эммануэла на богоявление то есть крещение господне мы сами предыдущие беседе читали по риме из исаи на этот праздник и кроме того в течение как мы уже говорили всего великого поста а вот что слушают люди во время великого водосвятия на крещение господне конечно слушать я вам скажу на великое водосвятие далеко не все люди которые пришли с бидонами за водой многие и в храм то не входят потому что им главное воды набрать это надо сказать ужасно верить эти толпы людей за водой которые не замечают происходящего чуда происходящего величайшего события бога явления она откровенно переживается в церкви так вот мы в это время при водосвятие читаем такие строчки из исаи возвеселиться пустыня и сухая земля и возрадуется страна необитаемый и расцветет как нарцисс укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие скажите робким душою будьте тверды не бойтесь вот бог ваш придет отмечения воздаяния божья он придет и спасет вас или из 55 головы читаем ищите господа когда можно найти его призывайте его когда он близко доставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои и до обратиться ко господу он помилует его едва ли надо комментировать эти чудные слова но в заключении необходимо напомнить что жизнь этого человека пророка исаи не только обличавшего злой ложь но и возвестившего грядущее спасение окончилось мученически если царь языке был истинно верующим иудеем и многое правил жизни государства согласие законам господним то сын его монасия правил как закоренелый язычник он и вернулся к этого поклонству даже поставил истукал на старты в иерусалимском храме продал много невинной крови и только пророк богом призванный верность которого выразилась в тех словах которыми он отметил господу явившемуся ему в видении вот я пошли меня только пророк имел силу противостоять нечестивому царю исаи обличал монасию его бельмож за то что и и за это его конечно преследовали он бежал и в опасный момент скрылся в дупле большого дуба но был обнаружен и перепилен вместе с деревом потому церковь называет исаи и пророком мучеником значение пророчества объясняется посвященных ему молитвах церковных сейчас вам прочту их перескажу по-русски сказано исаи воистину исполнилось ибо дева родила воплощенного жизнодавца и спас и душ наших или еще такой тропарь из шестой песни канона издалека видя исполнение своих пророческих проречений исаи с ангелами радуется и славит того кто исполнил его пророчества пророк говорит не в сую его слова исполняются этом сегодня кончим до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео